Передается, что Абу Саид Аль-Худри сказал, «Клянусь Аллахом». Я клянусь тем, в чьей длани моя душа. Никто в этой жизни не будет просить за своего брата-мусульманина, Всевышнего, прося спасти его от угнетения. Никто не будет просить за своего брата, никто не будет просить за своего близкого человека так сильно, как обитатели рая будут молить за своих братьев, попавших в ад. Сегодня, к примеру, я помолюсь за человека, который мне близок и дорог. О, Аллах, отведи от него беды, защите от беззаконников, сделай его счастливым. Дети делают такие дуа за родителей. Родители за детей, не так ли? Мы делаем такие дуа за всех, кого любим и кем дорожим. Так вот, эти мольбы, что мы делаем в этом мире, за наших родителей, детей, всех дорогих и любимых людей, не будут настолько сильными, насколько сильны будут дуа обитатели рая за своих братьев, попавших в ад, которых они знали при жизни. Поэтому мы, мусульмане, мы не должны враждовать между собой. Мы должны быть братьями, поддержкой, опорой. В день суда мы будем просить друг за друга. «Если я попаду в ад, попросите за меня». Мы должны любить друг друга ради Аллаха. Только так мы принесем друг другу пользу. Ибо только так мы будем иметь право спрашивать друг о друге в раю. В день, когда все узы, основанные на родстве, на деньгах или на чем-то еще порвутся, когда все станут чужими, врагами, только те, которые боялись Аллаха и любили друг друга ради Аллаха, получат благо друг от друга. В этой жизни никто не будет просить так сильно, как в следующей жизни брат будет просить за своего брата по вере. Поэтому имам Ибн-Л'Кайим, да помилует его Аллах, и другие ученые говорили на собраниях, «Если вы попадете в рай и не увидите меня, ради Аллаха спросите обо мне. Быть может, я попал в ад. Просите за меня. Просите, чтобы меня вывели из ада. Не забывайте обо мне». Так говорили праведные люди. Так давайте получать пользу друг от друга. Если двое мусульман «Любили друг друга, дружили друг с другом, ради Всевышнего Аллаха, то в судный день Аллах укроет их в сине, одного поставят рядом со вторым, за того, кто исчез, они будут просить, в мире он был со мной. А сейчас где он? О, Аллах! Так скажет твой брат, а тебе не забудут. Если у вас была связь ради Аллаха, так оставьте же обиды, злость, подозрения, сплетни друг о друге. Только так мы пригодимся друг другу». Тем и говорит Абу-Саид Аль-Худри, да будет доволен им Аллах. «Я клянусь Аллахом, чьи длани моя душа, не среди вас ни одного, кто будет поддерживать своих братьев, просить за них так, как это делают обитатели рая, за своих братьев в огне. Они не будут говорить «О, Аллах, он вел со мной бизнес, он взял меня на работу» и так далее. Нет. Они будут говорить «О, Аллах, они с нами постились, молились, совершали хадж, раздавали милостыню, совершали благие деяния, смотрели за бедняками, делали напоминания. «О, Аллах, выведи их из ада». И тогда Аллах скажет им в судный день «Идите, зайдите и выведите тех, кого вы знали при жизни». И ад им никак не повредит. Огонь не коснется их. Понимаете? Аллах дал им разрешение войти туда и вывести своих братьев. Это огромная милость Создателя. «И выведут много людей, богобоязненных мусульман, которые за некоторые свои грехи попали в ад. те, кому будет дозволено Аллахом, будут заступаться за людей. Он не позволит им вывести тех, кого они любят из-за мирских вещей. «И выведут из ада только богобоязненных, которые боялись Аллаха и любили своих братьев ради Него». В тот день люди будут соперничать между собой. В тот день не будет любви между людьми, кроме как любви ради Аллаха. Это возможно только если мы будем бояться Аллаха и любить друг друга ради Него. Помните, что не будет в тот день любви, кроме как между богобоязненными. Клянусь Аллахом только того, кто действительно боялся Аллаха и был из числа верующих, он разрешит вывести из огня ада. Там может оказаться кто-то из его родственников, которые не совершали намаз и были из числа беспечных. Однако он оставит его, даже если это его мать. Но он заступится за другого. Он заступится за другого. Если его мать была из врагов Аллаха, она останется, а другого выведут. Заступники выведут только своих верующих братьев, тех, которые были богобоязнены и совершали праведные деяния. Это большая милость от Аллаха. Многих мусульман выведут за дозволение Аллаха. И в тот день, после того, как закончится заступничество, всемогущий Аллах скажет, свое заступничество уже оказали и ангелы, и пророки, и верующие. Остался только лишь милосерднейший из милосердных. И тогда Аллах возьмет из ада группу людей, которые за всю свою жизнь не совершали благих деяний. И выведет он их оттуда. Из-за чего Аллах выведет их оттуда? Из-за слов «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха». Хадис передается в сахихе имама-муслима. Однако, если эти слова «нет Бога, кроме Аллаха», не были искренними и не соответствовали всем условиям этих слов, они не выйдут из ада. И если они предавали Аллаху сотоварищей, Хадис. Хадис.